Вячеслав, можно так сказать, что после половины плюс семьячковый Дэнди Кап, что пошло не так во вторых моменте матча? Почему Памидовску из новой зоны? Ну, в первую очередь, это защита 90 пропущенных очей. После первой половины мы, по-моему, пропустили 34 или 35 от Николаева. А потом уже они лучше стали наиграть в нападении, и у нас было какое-то недопонимание в защите. Это плохая коммуникация, это и привело к такому результату. Правильность, вы как? Пусть он идет. Да, да, да. Это стоит. Правильность, на ваш взгляд, в чем основная причина сегодняшнего поражения? Так, если можно, вкратце. Ну, в прямом смысле только что уже Слава сказал, что где-то нету коммуникаций. Если мы выбрали вид защиты, играть, и играем все в игре, он дает плоды, то мы должны так и оставаться до конца. К сожалению, иногда получалось, что каждая смена, смены повлияли сразу не лучшим образом на то. Плюс у нас влияет то, что, конечно, то, что нам присоединяется один, второй, третий игрок, и они в разных кондициях, и где-то не чувствовать себя комфортно. Но это нету оправданий защиты. Если мы остаемся, могли бы сдержать сегодня на 70 очков, как Николаев играет, то этого было достаточно, да, чтобы успешной игры. Просто есть какая-то, ну, я говорю, непонимание, нет коммуникации. В какой-то момент мы теряем эту концентрацию, и сегодня, если досконально есть сказано, работа на это, кто есть, кто в команде соперника, кто бросает, и знаем, как играет, да. Ну, сегодня Николаев забил, особенно четвертой четверти, забил несколько невероятных мячей, плюс свои броски, и из этого такой результат. То, что еще обидно, конечно, мы потеряли, сейчас я не знаю, сколько, или вообще потеряли Кингела, на который наш основной игрок. В баскетболе все влияет на все. Хорошие эпизоды защиты влияют на хорошее нападение и наоборот. Или плохое нападение на плохую защиту сразу, в прямом смысле. Ну, и сегодня, особенно втором тайме, Николаев переиграл нас. Если можно, наверное, как вам последний новобранец, Владислав Коренев? Можно ли что-либо по сегодняшнему прыгать? Ничего невозможно сказать. Это крепкий человек, большой человек, сильное тело под кольцом, и наивно ожидать, что после одной тренировки, что что-то получится. Мы старались через него сыграть, что-то он внес в команду. Мне казалось, что сейчас, мне кажется, мне хотелось бы так сказать, что сейчас мне нечего скрывать. У нас позиции центровых требовалось усиление. Не зря мы же старались, смотрели, исходя из того веса, Владислав. И он, я бы хотел сказать, украинец. И мы стараемся как можно доверять местным игрокам. И потому этот выбор попал на него. И остальное просто ему надо как можно быстрее влиться, адаптироваться. И у него будет игровое время, там об этом нету речи. Да, но мы не проиграли из-за того, что там Влад сегодня мало играл или не так играл. Мы проиграли чисто опять один на один. Если в предыдущей игре с Минском мы проигрываем 50 очков один на один, то просто нам надо все время выдумывать сейчас, как это компенсировать. Будем сейчас думать, будем опять смотреть. И последний вопрос. На ваш взгляд, сколько нужно времени для того, чтобы наладить вот эту должную коммуникацию, о которой вы говорите? Я же сказал, у нас, как вы видите, все игроки, которые в команде, они были в своих разных командах и где-то в каких-то была определенная роль лидера. Нам показало, что это хороший такой сержень по кругу украинских игроков сделать Киеве команду. Благодаря руководству клуба. И я сказал, что команда должна играть ориентировочно где-то в январе, так как она должна играть. Это ожидалось, я это говорил с первого дня. Посмотрите, что я говорил, что мы будем играть up and down. Плюс, поверьте, если ты играешь три игры в неделю, это очень влияет, то успех езда это очень-очень влияет. Мы, никто из этих игроков, кроме пустозорного, не был в такой, скажем так, в таком режиме не играл. Мы где-то уже определяем, я не говорю о Евролиге, определяем NBA. Но там нет никакого оправдания. Мы стараемся использовать широкую ротацию, и игроки должны понять, что сейчас мало интересует кого-то индивидуальная статистика. Интересует только качественная работа в защите нападения и результат. Больше ничего не интересует сейчас, не должно никого интересовать. Моментами нам получается, как и нам казалось, что мы там Болгарии сыграли против Днепра, хорошо сыграли. Тогда, потом все, что сопротивляться, придется все заново. Начинаю с экстра тренировок, экстра заданий, что поделаешь. Слушай, удачи вам. Спасибо. Удачи и прогрессия.